Психический недуг становится настоящим испытанием не только для больного, но и для его родственников. В этом на собственном опыте убедились герои следующего материала. С какими трудностями им довелось столкнуться, узнавал наш корреспондент. О том, что у Евгения Ляхова психическое заболевание, родственникам сообщили из Москвы, где молодой человек на тот момент работал. Эта новость стала настоящей трагедией для его матери, которая больна энцефалитом, вследствие чего у нее имеются проблемы с речью. Но несмотря на собственные проблемы со здоровьем, она отправилась к сыну в больницу. Прогнозы врачей были неутешительны. Сестра спрашивает, в каком состоянии мой сын? А он говорит, что состояние тяжелое. Его забрали на Красную площадь, неменяемого. Значит, мы вам его даем под расписку на три дня. Вы приезжаете в Запорожье и немедленно ложите его в больницу. Сестра спросила, как на будущее? На будущее мы вам гарантии не даем. В Запорожской психиатрической больнице молодой человек провел еще пять месяцев. Однако после выписки его состояние, по словам родственника, вновь ухудшилось. Страхи, преследования, что за ним кто-то преследует его, что кто-то хочет убить его, подставить. По своей институте он не хотел ехать в больницу. Сколько вызывали врачи, что участковые будут говорить, что я общаюсь с ним по телефону, все нормально. В конце концов, Евгения снова определили в больницу. Однако там он пробыл недолго. Его продержали там месяц. И опять его с больницы. Он один, выходит из больницы без истории болезни, без выписки одного. Даже в этой больничной одежде он остался. Сверху одел курточку. И вот это пришел домой. Сейчас Евгений не работает. Живут на пенсию матери. Материальное положение весьма непростое. В то же время диагноза нет. Лечение не назначено. Родственники хотят, чтобы молодой человек получил соответствующий статус. Подозревают, что у него шизофрения. Но почему врачи не дают прямого ответа насчет диагноза, родственникам молодого человека остается лишь догадываться. Мне кажется, что они упустили этот момент, а потом боялись брать на себя то, что за их ошибки опять пошла эта болезнь. Евгений с версией родных категорически не согласен. Говорит, да, в Москве был небольшой нервный срыв. Испугался из-за серьезных проблем со здоровьем. То, что страдает манией преследования, Евгений отрицает. Сейчас молодой человек считает себя здоровым и хочет жить нормальной жизнью. Я не считаю себя, что я должен в больнице лежать. Я хожу туда, отмечаюсь, что со мной все нормально. Они смотрят по времени, что никаких изменений нет. И в принципе, что они говорят, что незачем тебе лежать. Ты должен к участковому врачу ездить. В психиатрической больнице говорит что-либо о диагнозе Евгения. Нам отказались. Говорят, по закону не имеют права разглашать такую информацию. Выходит, в таких ситуациях защищают права пациентов с подобными диагнозами, а их родственники не могут добиться статуса и соответствующей помощи.